Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор сайта Избави вязали. И сейчас я вам расскажу, как надо вязать градиент. Градиент это постепенная смена цвета с одного на другой. То есть мы переходим от белого, очень постепенно переходим к красному, от красного к черному, от черного обратно к белому. Такие смены цвета может быть абсолютно любая. И вывязывая какое-то изделие, мы можем очень много раз поменять цвет. Достигается эта смена тем, что мы вяжем очень тоненькими ниточками в большом количестве. В данном случае я вязала катушечными нитками из 4 нитей. Чем больше ниток и чем они тоньше, тем интереснее будет эффект. Чем меньше ниток и чем они толще, тем будут грубее переходы. У меня 4 ниточки белых, 4 красных, 4 черных. Вязать начинаю с 4 белых. Провязала какое-то количество рядов, у меня 20. Меняю на 4 ниточки в другом соотношении. 3 белых, 1 красная. Провязала 20 рядов, поменяла 2 белых, 2 красных. Еще 20 рядов. 3 красных, 1 белая. И последние вот эти 20 рядов я провязываю одними красными ниточками. Следующие 20 рядов я заменяю одну ниточку на черную. Еще 20 рядов, 2 ниточки на черную. Еще 20 рядов. Меняю цвет еще на одну матушку, катушку. И последние 4, вот эти вот, четвертый раз я провязываю одними черными ниточками. Вот таким вот образом меняется цвет, когда мы вывязываем полотно вязанием градиента. Очень просто, очень интересно. Самое главное запомнить, что ниточки должны быть очень тоненькие и должно быть очень много. Я поменяла цвет от белого, от чисто белого до чисто красного. Видите, постепенно поменялся цвет. Сейчас я буду менять красный на черный. Вот у меня 4 катушки. Для этого я должна убрать одну ниточку красного и заменить ее на одну ниточку черного. Искать вот так вот. Очень тяжело вытягивать эту нитку, искать где там катушка. Поэтому я беру катушку, которую я хочу убрать. Вот она. Подтягиваю ее и, вот видите, немножко подтягиваю нитки, все остальные. У меня все нитки провисли, а та, которую я хочу убрать, натянута. Ее я и отрезаю. И спокойно сматываю. Все остальные катушки у меня остались в коробке. Та, которую я убираю по очередности, из коробки ушла. Остальные нитки остались в совершенно нормальном, хорошем состоянии. Их можно мотать. Их можно вязать дальше. Беру черную. И у меня получается 3 ниточки красных, 1 ниточка черная. И провязываю 20 рядов. У меня смена цвета идет через 20 рядов. Получается 3 красных, 1 черная. Самое главное, хорошо натягивать. И еще лучше немножко эту нитку перекручивать между собой. Чтобы не шел свет по одной стороне, чтобы он был равномерный с изнанки и с лица. 2, 4, 5, 6 и так далее до 20 рядов. Уже видны кое-где черные ниточки. Моя задача убрать еще одну красную. Начинаю ее аккуратненько сматывать. Остальные нитки можно чуть-чуть подтянуть наверх. Я вижу, какая ниточка у меня уходит. Отрискаю ее. Заматываю. Добавляю вместо нее черную. Чем больше ниточек и чем они мельче, чем они тоньше, тем интереснее эффект. Так, убираю. Здесь видите, все запутывается. Это очень хорошо. В данном рисунке то, что запутываются между собой нитки, это очень хорошо, потому что равномерное рисунок получается. Заберу следующую черную. У меня получается 2 черных, 2 красных. И вижу следующие 20 рядов. И так далее. Еще 20 рядов. И так далее. Видите, черного стало еще больше. Отрезаю еще одну красную ниточку. Красную убираю, черную вместо нее добавляю. И вяжу еще 20 рядов. Количество рядов может быть абсолютно любое. Чем больше у меня рядов провязывано с одним количеством ниточек, тем более плавный будет переход. Долгий такой. И вот этот переход можно растянуть даже на все изделие. То есть начать, например, с белого, а закончить черным уже к вороту. Тоже очень интересный эффект. Только надо рассчитать количество переходов. Это будет зависеть от того, сколько у вас ниточек. И так далее. В следующий раз. Вот сейчас я провязываю 20 рядов. У меня получается, видите, 3 черных, 1 красная. Провязав 20 рядов, я убираю последнюю красную. И у меня все 4 ниточки будут черными. Я постепенно заменяю нитки одного цвета на другой. Такие переходы можно делать абсолютно любыми цветами. И в абсолютно любом количестве. То есть можно в одно изделие включить достаточно большое количество цветов. Будет смотреться очень красиво и необычно. Вот таким вот образом вяжется градиент. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте из Борезальни. Ваша Наталья Некрасова.